Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужна Ники, обычно Келени. Я живу в городе Кирове, иногда пишу про него видюшки. Всё, обещаю как-нибудь прокатить по Ленину, по улице Ленина от начала до конца. И всё мне не получается от начала до конца, всё какими-то кусочками. Вот сегодня почти от начала до конца, то есть наоборот, от конца к началу. Я еду по улице Ленина. Так, машина пробирается вперёд. Еду я с больших номеров, с больших циферок домов, к маленьким циферкам домов. То бишь, получается, что от конца к началу. Правда, в самом конце я тоже не успела включить, но сейчас мы едем в сторону начала. Итак, это улица Ленина. Слева, вот где был перегрёздок, который мы проскочили, туда можно было уехать к центральному руку города Кирова. Сейчас слева корпуса находится, это у нас бывший ПЭД-институт, потом ПЭД-университет. А сейчас, по-моему, у нас общий университет. ПЭД и политех вместе соединены. Так, 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 как же мне проезд в эту колонну? Пустишь? Меня пустили, замечательно. Мы подъезжаем с вами к улице Воровского. Так, сейчас погодите, подъедем. Вот где перегрёздочек, где мы сейчас остановимся. Улица Ленина, одна из основных города Кирова. И улица Воровского тоже, только она идёт к улице Ленина перпендикулярно. Так, едем дальше. Слева у нас находится торговый центр Крым. А справа у нас филармония. Сейчас погодите, покажу филармонию. Сейчас нам не перекроют всё. Автобус он перекрыл, ребята. Вот там площадь перед филармонией. И вот, я на сома. Так, сейчас, что я задумалась про филармонию? Что мы её не посмотрели? Ну да ладно. Улица Ленина, одна из старинных улиц города. Здесь можно, наверное, посмотреть нашу старину в виде купеческих домиков. Из разряда вот таких вот. Ну, что-то подремонтировается, что-то не очень. Вот этот вот зелёненький, маленький, сейчас в центре экрана. Это у нас музей Салтыкова-Щедрина. Так, погодите, здесь у нас детская филармония. Ничего не рассказать, только пока показать. Сейчас мы будем проезжать в ФСБ, КГБ. Не знаю, как оно сейчас правильно называется. Смотрите, очень красивое здание. Бог с ним, с ФСБ, хотя я их сейчас обругаю. Значит, это здание Булучёва, купца нашего авиатского, дореволюционного. Который, по-моему, строил дочери. Но, по-моему, она не захотела там жить. Ну, или не смогла, или не стала. И это здание было отдано чему-то типа приюта. А потом наступила революция, и здание забрало себе КГБ в этом наезд. Потому что здание очень красивое. Наверное, одно из самых шикарных в городе. Да, умеют же силовики выбирать себе хорошее. И до сих пор оно, как бы, ну, считается исторически ценное. И говорят, очень красиво внутри. Но, конечно же, эти товарищи силовики к себе никого не пускают. Вот эти домики, предполагаю, что тоже они все были купеческие. Вот сейчас впереди будет, сейчас мы встанем на перекрёстки. Вот типа я держу в центре вот маленькое жёлтенькое здание, перекрёсток и здание с балкончиком. Это Кордаковский магазин. Он, по-моему, даже сейчас так называется. Да, Кордаковский написано. Ну, наверное, это, как бы, Кордаковский торговый центр. Раньше был Кордаковский магазин. Вот туда у нас улица Спаская пешеходная. Но очень коротенькая, буквально квартальчик. Опять мы поехали по Ленина. Вот сыренькая в центре экрана справа. Это центральная гостиница. Она у нас давняя, с очень давних времён. Сейчас советских, а может и давняя, честно говоря, не знаю. Была гостиница и в 90-е перестала быть гостиница. Были офисные здания, потому что, видимо, никто никуда не ездил. Сейчас снова она полностью гостиница. Хотя, может, что-то из офисов тоже и осталось. Это всё ещё улица Ленина. Мы по ней движемся и мы будем сейчас пересекать улицу Энгельса. Улица Энгельса тоже одна из основных улиц города. Это, да, название революционных товарищей, на которых ориентировалась наша страна. Некогда они не могут быть не основными. Знаете-ка, сегодня какие эти тучи-тучи. Тучи-тучи. Прямо солнце и тучи. Прикольно, да? Всё ещё улица Ленина. Тоже какие-то старые домики ещё будут. Видать, но мы приближаемся уже к её самому началу. Мне кажется, тут уже или не было этих старых домов, или их поразрушили. В основном здесь уже новострой, новопостроено что-то новенькое. Так, что у нас тут есть, интересно? Так-то ничего. Где-то здесь центр обуви немецкой был. Не знаю, есть ли. Школа есть. Так, что тут ещё интересного есть? Так, так, так. Не знаю, что тут ещё интересного есть. Но мы едем дальше. Мы едем в сторону старого моста. Два у нас моста, старый и новый. Два моста в городе Кирве. Мы сейчас с вами к старому. Вот, как бы, хотелось бы сказать, старым мостом заканчивается Ленина. Нет, она заканчивается утыканием в завод Пирелли, шины Пирелли. Раньше он назывался Кировский шинный завод. Потом, я так понимаю, что что? Совсем откупили эти итальянцы? Или частично какие-то акции заполучили? Ну, мы бывает по старинке называем Кировский шинный завод. Вот сейчас справа был магазинчик, вывеска. Сыненькая, супермаркет Глобус. Это наша сеть. Наша кировская сеть. Прямо это. Стоит восхититься, что она... Хотя, может, она уже в Москве принадлежит. Вы знаете, нигде больше по стране ее нет. То есть, это наша конкурентная сеть. У нас в Кирове создавалась, образовывалась. Хотя, вот видите, как везде пятерочки. И все такое. Вот заканчивается улица. Все, мы видим ее конец. Вот там серые корпуса на горизонте. Это как раз уже лучший завод или там Пирелли. Как сказать. А я буду поворачивать направо, и я приеду на старый мост. Спасибо, ребята, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.